Любви обильного всем настроения, оригинальный способ признаться в любви, подарить своей пассии обыкновенный помидор. Когда-то во Франции его называли яблоком любви. Такое прозвище томат получил неспроста. Страстные французы верили, что помидор умеет говорить на языке любви. В нашей стране с этим овощем связаны немного другие ассоциации и не всегда приятные. Чтобы вас не забросали помидорами, не забудьте, что скоро день всех влюбленных. Пора готовиться. Светлана еще ни разу не проводила день всех влюбленных в романтической обстановке. В прошлом году на эту дату пришлась командировка ее парня, а три месяца назад его забрали в армию. И хоть впереди еще 9 месяцев ожидания, Света спит и видит, как они встретятся. Я очень долго продумываю встречу. Думаю, если он будет здесь, если все-таки получится с переводом, то буду встречать его с большими плакатами, шарами, на что фантазии хватит. Это 14 февраля. Я надеюсь, что мы все-таки будем рядом, что все получится. Вот, насчет сюрприза я как бы еще думаю, но думаю, скорее всего, что это будет романтический ужин при свечах. За романтическими идеями оформления ужина девушка пришла к Анастасии Михайловой. Настя мечтает открыть свой магазин подарков. Дизайнер-любитель с детства тяготела к изделиям своими руками. А два года назад муж предложил бизнес-идею – изготавливать бекор на заказ. Сложность в том, что нет материала. И когда нет материала, конечно, когда заказывают тебе 100 штук для гостей на свадьбу, и очень тяжело приходится ждать материал, когда он придет, посылка. И посылки иногда тоже теряются. Выбор сделан. Цветами Дня Святого Валентина являются красный – цвет чувственности и страсти, белый – цвет невинности и чистоты, и розовый цвет – искренности, нежности и влюбленности. Признание в любви ручной работы под заказ будет неповторимым, весьма личным, а может даже источать любимый аромат. Например, эта открытка сделана из зерен кофе. Очень вкусно пахнет. Вообще прелесть. Основной рабочий материал Насти – ленты, стразы, глина и двухсторонний скотч. Самый частый заказ – оформление бокалов и шампанского для новобрачных. Но ведь романтика на этом жизненном этапе не заканчивается. Повода признаться в любви родным и близким людям ждать не нужно. Я не гонюсь за прибылью высокой, большой. Мне кажется, нужно людям делать праздник. Если люди делают праздник, то на этом не наживаться. Поэтому я цены как-то стараюсь. Гаяльно. Цена на оформление романтического комплекта колеблется от 700 рублей до 2500 в зависимости от материала. Теперь о тематике декора. Самое сложное, когда человек сам не знает, чего хочет и ссылается на вкус мастера. Начала делать в своем любимом бело-красном стиле. Сделала ей приглашение. Говорю, приходи, посмотрим. Она пришла. Говорит, мне нравится, но не ярко. Хорошо. Давайте делать по-другому. Начали делать по-другому. Приходит она мне в следующий раз. Говорит, мне нравится, но не то. И так, раза три. 101 причина симпатии скрыта в этой красивой баночке. Эти причины подбираются лично для вашей пассии. Скажете, для любви не нужны причины? Тем более в таком количестве. И будете правы. Но от 100 комплиментов в свой адрес еще никто не отказывался. Надоели банальные открытки? Смените подачу. Например, в этой коробочке можно спрятать ключи от сердца. И не только. Мило и необычно. Бокалы почти готовы. Такую красоту и разбивать-то жалко. А обычай ведь требует. На обычном бокале из страз, вот мелких, вот таких вот, делают буковки. Инициалы жениха и невесты. И такие уже, они могут разбивать. То есть они простенькие, их не жалко. Мыть бокалы тоже нежелательно. Можно ополоснуть водой, а после намеченного дня на полку, как украшение. Вот так вот я жду тебя, любимый. Приезжай скорее. Традиция дарить подарки в день Святого Валентина крепнет с каждым годом. Валентинкой теперь могут отделаться разве что школьники. А мы призываем всех дарить в этот день внимание, которое, как известно, не купишь. Традиция дарить подарки в день Святого Валентина. Можно удивить еще одним подарком на столе. А можно расставить маленькие коробочки с милыми мелочами по всей комнате. Любите и берегите друг друга. Пока.